Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Ютроект ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем эфир передачи, которая называется «Инвестиционные идеи» за сегодня, 19 ноября 2020 года. Как обычно, мы с вами посмотрим технические, затем фундаментальные анализы и примем решение, как нам жить и работать сегодня. Поскольку сегодня четверг, то это очень часто бывает днем продолжения тренда. Так что давайте попробуем эти тренды выделить и по ним поторговать. Начинаем, как обычно, с евро-доллара, друзья. Вчера мы бросили, кстати говоря, уровни Fibonacci. До уровня 23 мы сегодня дошли, но отбиваемся. С технической точки зрения, мне кажется, мы можем все равно подрастать сегодня. Да и фундаментальные факторы пока не свидетельствуют о перспективах укрепления доллара. Вчера, кстати, еврик хорошо подрастал, но вот во второй половине дня все-таки снизился. На разных новостях из Америки, но мы подробно в фундаментальной части это обсудим. Скажу только, что никаких оснований, мне кажется, больше такие рассуждения, разлагольствования на тему, никаких оснований для укрепления доллара пока нет. Тем более, что Дональд Трамп поражение свое не признал. И вот эта неопределенность, достаточно опасная в экономическом, прежде всего, плане, пока сохраняется. Далее, друзья. Поэтому еврик наверх. Цель давайте поставим. Она вчерашняя абсолютно остается. Цель вчера мы ее касались. Мы третий день бьемся в одну и ту же отметку. Вернее, два дня побились. 1,1887. Я жду, что и сегодня, отбившись от отметки 23 уровням Фибоначчи, мы двинемся назад к ней. Меня часто спрашивают, почему я упоминаю фундаментальный анализ в теме, когда мы обсуждаем технический. Я кратко упоминаю, потому что, на мой взгляд, отдельных не существует. Существует комплекс оценки ситуации. И поэтому основные идеи я упоминаю. А в фундаментальном анализе, конечно, уже более подробно объясняю, что происходит. Ну и стараюсь объяснить, почему. Далее, друзья. Фунтик. Та же история. Вчера его не пустили наверх. Но здесь посмотрите. Здесь есть сильный уровень 1,32-66. Если по еврику я жду наверх, то по фунтику большой вопрос. Во-первых, корреляция всегда непрямая. А во-вторых, ну, уже очень подозрительно сильный уровень. Давайте поза ним понаблюдаем. Вчера мы его так, смотрите, как хорошо продвигался вчера фунт, но держаться не смог. Сегодня за фунтом я бы просто понаблюдал. Потому что вчера не пустили, сегодня могут так же не пустить. Проколоть могут. Я фунта тоже жду сегодня наверх. Но вот, скажем так, с меньшим оптимизмом, чем евро. Доллар японская и иена. Вчера сильно снизился. Сегодня пытается отбиться. Тоже маловероятно. Мне кажется, что целью иметь 103-26 сегодня тоже вполне можно. Та неделя красная. И мне кажется, что и четверг не будет исключением по доллару и иене. Доллар-франк, друзья. Здесь темпы снижения замедлились. Посмотрите, вчера совсем чуть-чуть. Сегодня чуть-чуть. Здесь я с еще меньшей уверенностью. Цель сохраняется. 0,8994. Но вот я бы сегодня не заходил бы в продажи. Я бы понаблюдал за этой парой. Хотя тренд вниз. Да. Я считаю, видно. И мне кажется, вот эту свечу большую мы с вами будем покупать. Далее. Доллар-канадец. Здесь тоже мы стоим на сильной поддержке. 1,3074. Формально должны падать. Вчера, посмотрите, упали сильно. Но вернулись в торговый диапазон. Мне кажется, и сегодня можем пойти на штурм этой отметке. Но тоже с меньшей долей уверенности, чем еврик. Австралийский доллар. Доллар. Вот тут еще уже торговый диапазон можно поставить. Вот так вот, да? 0,7294. Не знаю, не верю я в укрепление доллара сегодня. Вижу австралийца отбой и наверх к верхней границе 0,7312. Это 17 пипсов. Но тут зависит все, естественно, от объема, друзья. Доллар турецкая лира. Посмотрите, не может выбрать направление всю неделю. Вот как выглядит торговый диапазон недели. Я думаю, что по доллару ли однозначно движение наверх должно быть. Не вижу вниз. Просто потому, что дела у лиры хуже, чем у доллара. Турция явно идет на обострение в Карабахе. Явно будут туда пытаться войти наблюдателями, миротворческим контингентом. В общем, завалят они себе лиру. Ну и нам рубль, наверное, тоже подвалят. Сейчас все пытаются успокоить, сказать, да нет, конфликт исчерпан, все завершено. Коллеги, в 80-е годы говорили то же самое. Поэтому я не буду критиковать, тем более, что если это официальные лица говорят. Но я ни на секунду не верю, что конфликт исчерпан. Тем более, что армянская страна бегает сейчас по всему миру, пытается собрать союзников, лоббистов, финансовые ресурсы подключить. Естественно, это так все просто не останется. Так что посмотрим, что будет дальше. На все на это. Доллар, лира, вижу наверх. ДАКС. Слушайте, ну абсолютно нечем торговать. Вот абсолютно нечем торговать на фонде. Давайте посмотрим, коллеги. Давайте посмотрим, не будем торопиться своей водой. Я жду наверх, естественно. Брать не буду. Доллар, соль, соль, соль. СНП 500. Так тоже нет никакой причины падать. Доллар ослабевает, фонда растет. При любом президенте американский фондовый рынок будет расти. Я не пойму, почему падает фонда. Я жду наверх. Золото. Золото удивляет, друзья. Третий день подряд падает на ослаблении доллара. Что не может сделать. Бьется в сильную поддержку сегодня. 1861. И такое впечатление, что этот флаг, поскольку не дали идти наверх, вот этот флаг будет отторговываться вниз с точки зрения теханализа. Невероятно, но вместе с долларом. Золото может провалиться. И серебро, посмотрите, стоит та же история. На сильной поддержке 24.06. И тоже пытаются ее пробить. Такой же флаг мы наблюдаем. Да, это будет сильно. Все-таки на падении доллара многие идут в металлы, как актив-убежище. А тут по-на-тебе вместе с ним падают. Вот смотрите, евро-доллар. Когда два дня падает, вернее, может быть, на падении, собственно, на укреплении доллара, а позавчера, позавчера доллар ослабевал, ой, доллар ослабевал, а золото сильно провалилось. В общем, друзья, полная раскорреляция, никаких корреляций. Я вообще советую торговать металлы на этой неделе без привязки к доллару. Явно, что корреляции нет, и это она будет сейчас только дезориентировать. Север пишет, потому что вчера начался вековой обвал фонды. О, вот так вот, друзья. Даже такие прогнозы у нас есть. Нефть. Я не понимаю, почему она падает. Никакой причины для падения нет. Коронавирус. Ну да, я понимаю, некоторые страны закрываются опять. Австрия, например. Ну, а Китай вернулся к производству. Массовых закрытий пока нет. Ну, тоже не совсем понятная, скажем так, идея. На мой взгляд, нефть может расти совершенно точно. Ну, и слава богу, бренд тоже стремится наверх. Мне кажется, по доллару поставить в ценники и попытаться заработать сегодня – это очень правильная и интересная идея. Газ. Газ вообще непредсказован. Посмотрите. В понедельник резкое падение. Сейчас танцует. Только кто торгует боковик, флэт, может на этом заработать. У меня идеи нет. Доллар китайский наверх. Верю. Верю, потому что в Китае, друзья, на самом деле не все так просто, как кажется. Мне кажется, вы знаете, что еще я обратил внимание? Сегодня тема президентских выборов в США, она сошла со страниц первых. Вообще, какое впечатление, что президент уже избран. Вы знаете, мне кажется, что вот это сегодня. Мне кажется, что с завтрашнего дня укрепление доллара уже станет в какой-то момент неизбежным, даже уже независимо от позиции Трампа. Ну, если вы не допустите, что он начнет гражданскую войну, что я, в принципе, внутри себя не допускаю. Все-таки я не думаю, что прямо уж на такой степени он будет упираться. Мне кажется, доллар вот сегодня, даже вот сегодня, когда я говорю, я говорю о очень осторожной цели по падению доллара. Такие небольшие. Такое впечатление, что уже все. Доллар-рубль тоже в легком плюсе. 76-18, глубоко в 75, зайти не дали. Ну и еврик 90-27, тоже, в общем-то, судя по всему, сильную поддержку. 89-96 удалились и будем теперь отбиваться. Фундаментальные новости. Еще раз повторю. Вы знаете, такое впечатление, что закончилась тема президентских выборов. На первой странице уже нет. Его надо куда-то там листать, где-то там искать. Трамп по-прежнему рассуждает о том, что выборы были нечестными, но примеров никаких не приводит. Судебных дел с положительными какими-то оценками его пользы тоже не видно. Те штаты, которые не пересчитаны, они так и висят. Вообще полная непонятка, что происходит. В общем-то, все зависло. И вот то, что зависло, но не в пользу Трампа, ему сейчас очень важно, оно зависло с показателем у Байдена 306 голосов. С победным показателем для Байдена. И поэтому это зависание для Байдена как раз-таки очень выгодно. Оно зависло в его пользу. Это Трампу надо ломать ситуацию в свою пользу. И то, что он не смог этого сделать за 16 дней после выборов, ну, в какой-то момент ему общество уже скажет, слушай, президент, ну, уже все, хватит уже, ты проиграл. Ты не смог доказать, что тебе было 16 дней. Ну, в какой-то момент уже общественное мнение, ну, однозначно будет в пользу Байдена, поскольку он свой шанс не использовал. У него был этот шанс Трамп. Поэтому, друзья, на мой взгляд, надо готовиться. Трамп вряд ли признает вообще в принципе. Он, так сказать, будет до последнего тормозить транзит власти. Вот. И, ну, такой человек, конечно, к либерализму никакого отношения не имеет. Как он, так сказать, был кандидатом от либеральной республиканской партии. Вот сейчас это реальный вопрос к республиканцам. Господа республиканцы, исключайте Трампа. Он вас утащит с собой на два электоральных периода вниз. За вас никто вообще голосовать не будет. Вы что с таким президентом? Проиграл, власть не передает. Он что, император, что ли? Это все деятельно. Ну, в общем-то, так, серьезные там дела. Трамп ухудшает свою позицию. Взгляды, конечно, на него. И я почему расстраиваюсь? Потому что он бизнесмен. То, что предприниматель так себя ведет. Вроде бы либерал должен быть по виду деятельности. А смотрите, что творит. В общем, все, друзья, в этом мире индивидуально. Ну, и, конечно, оппозиция не дремлет. Я смотрю Конгресс США. Нижняя палата. Палата представителей, которые контролируют и будут продолжать контролировать демократы. Они лидируют в гонке, так сказать, за полностью переизбирается Нижняя палата. Но у них большинство. Значит, и они говорят, что надо принять, уже проголосовали даже, не то, что говорят. Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию о санкциях в отношении России из-за отравления Навального. Абсолютно большинством проголосовали. То есть 371 за, 18 против, а там, ну, скажем, в районе 200 человек этих, наверное, меньше 200 сейчас, я так не помню точно. Ну, много республиканцев. Преимущество демократов не огромное в Нижней палате Конгресса. И только 18 из них высказались против, вы понимаете. Для Трампа это проверочный шар. Естественно, его остро критикуют за то, что он не вводит санкции против России по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Но вот сейчас ему тоже сегодня придется что-то думать. Решение Конгресса США в данном случае является рекомендательным. Он может своим решением принять указ о санкциях, а может не принять. Если не примет, понятно, сегодня ночью демократы кинутся в атаку. Мы же вам говорили, что он не либерал, что он либеральные ценности не защищает и так далее. Поэтому у Трампа сегодня ночь будет, конечно, тяжелая. Ну, ночь по Москве, день по Америке. Так что посмотрим завтра утром, а чем это все закончится. Они просто хотят забить последний гвоздь в крышку политического гроба Дональда Трампа. Это понятно. А вот еще вот это он не сделал. Хотя не думаю, что в этом даже есть необходимость, потому что, скорее всего, Трамп проиграл. Ну, вот политика вещь такая. На последнего все бьются. Понятно, что пока демократы не увидят, так сказать, провозглашенного Байдена, они на Трампа будут наезжать всю дорогу. Вплоть до 14 декабря. Потому что 14 декабря выборщики должны собраться и по-любому принять решение выбрать какого-то президента США. Далее, коллеги. Нидерланды ввели санкции против Ильхама Алиева за конфликт в Нагорном Карабахе. Также парламент Нидерландов объявил мораторий на продажу оружия Турции. О-ка. Видите как. Европа не признает. Европа не признает перехода части территории Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. Так что там все реально только начинается. Писатели белорусские, 140 человек во главе с Нобелевским лариатом по литературе Светланой Алексеевич обратились к властям страны и говорят, признайте свое поражение и примите волю народа. Это смело для литераторов, 140 человек выступить так в едином строю. Ну посмотрим, что будет дальше, потому что господин Лукашенко уже весь на нервах, он может адрентировать так рисковато. Далее, друзья. Журнал «Гизд» опубликовал статью по судьбе Северного потока-2. Автор Юлиан Репке призвал Германию готовиться к похоронам газопровода Северного потока-2 после прихода к власти в США демократа Джозефа Байдена. Но считает, что он, Байден, похоронит Северный поток-2. Это мнение журналиста, уважаемого журнала. Ну посмотрим, чем это закончится. Настрой такой пока есть. Друзья, интересные новости. Спрос на рынке вторичного жилья Москвы в три раза превысил предложение. Альпотека дешевая, все набирают ипотеку и покупают мобильную, имея в виду, что ее девальвация и стоимость рубля падает. Поэтому, особенно у кого есть возможность получения дохода в валюте, тот, естественно, рассчитывает, что рассчитается с альпотекой достаточно дешево. Логика понятна. В 1998 году было то же самое, коллеги. Так что смотрим. Просто удивляет, неужели люди ожидают такую девальвацию, как в 1990-е годы. Вот это вот самая тревожная новость из всех, которые я прочитал. Далее, друзья. Депутаты Государственной Думы России предложили основания для санкций и блокировки с Facebook и YouTube. Ну, это связано с тем, что иностранные соцсети и IT-ресурсы, как считают депутаты, дискриминируют права россиян для публикации в Facebook и YouTube. Не буду спорить, это надо читать внимательно, чтобы согласиться или не согласиться с выводами депутатов. Но сам факт, что уже в очередной раз, я уже даже не помню в какой, пишется поводы для блокировки Facebook и YouTube, совершенно очевидно, что этим соцсетям Россия не живет. Ну, Facebook, как вы знаете, в Китае с 2009 года запрещен. Ну, а Facebook сейчас включает в себя WhatsApp и Instagram, это одна группа, поэтому пострадают все. Ну, YouTube, понятно, ютуберов много сейчас в России, поэтому, конечно, все на нервах. Кто делает бизнес в Facebook и YouTube, сворачиваетесь. То, что понимаете, в трейдинге называется поджимание. То есть потихонечку давят, 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 добьют, это понятно, и ничего с этим не сделать. Далее, друзья, ну что, давайте спросим монету, что она думает на счет нефти марки WTI сегодня. Две стороны монеты, buy и sell, бросаем, волнуемся, смотрим. Buy видит сегодня монета, но обращаю ваше внимание, что если, кстати, две недели назад монета показала стопроцентный результат, положительный, это бывает пару раз в году, то на этой неделе три результата все отрицательные. Посмотрим, что будет в четверг. Вот. Макроэкономика сегодняшнего дня, праздников нет, все на посту. Кстати, я обратил внимание, мало сегодня публикаций по коронавирусу. То ли их отодвигают, то ли действительно проблема потихонечку отходит, или уже привыкли к ней, не знаю. Но фактора коронавируса сегодня я в СМИ не отметил. Вот, так что наблюдаем. Она, эта зараза никуда не ушла, естественно, но просто сегодня как-то она вне поля зрения. Так бывает иногда. Все, друзья, подводим итоги. Да, с утра доллар немного доминирует, в частности, в плюсе и по еврику. Не верю. Нет оснований для предприятия доллара. Ситуация в США до конца не определена. Сегодня, мне кажется, еще у всех инструментов есть, валютных инструментов, есть шанс пройти против доллара в положительную для себя сторону. Фонда, металлы, вообще непонятно, как себя ведут. Что касается нефти, у меня больше оптимизма. То, что на ослаблении доллара, а нет, сможет стать бенефициаром. Но основное предпочтение, конечно, это все равно валюты, друзья. Они увереннее укрепляются. Но на сегодняшний день я бы предложил посмотреть покупку евро, доллара и продажу доллар-франка как основные идеи. Что касается региональных валют, ну, турецкая лира, китайский, российский рубль, да, их можно тоже посмотреть на покупку. Спасибо, друзья. Вернее, доллар можно посмотреть на покупку относительно региональных валют, потому что эта ситуация в Карабахе прежде всего влияет на турецкую лиру, российский рубль. И хотя для нас пытаются успокоить, что там все стабилизировалось, вопрос решен, нет, на это не похоже. Пока, на всяком случае, на валютном рынке я бы ставить на это сегодня не стал. Ну, что будет завтра, обсудим завтра. Спасибо, друзья. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok